Значит, уважаемые родители, сегодня я продемонстрирую вам технику своеобразного массажа, так называемого массажа медового. На самом деле он употребляется, применяется довольно редко. Массаж непростой, мало кто его применяет действительно так, как он должен быть, потому что эта техника массажа достаточно сложная и сочетает чисто механический массаж с массажем биоэнергетическим. Корни этого массажа исходят к древней русской технике, применяемой в древние времена в монастырях. И сейчас специалисты-монахи владеют этим очень хорошо, и вот иногда они обучают этой технике, поэтому на самом деле тот медовый массаж, который рекламируется, который проводится в СПА и так далее, никого отношения к истинному медовому массажу не имеет, потому что подключаются биоэнергетические техники. Когда применяется этот массаж? Медовый массаж применяется в случае лечения глубоких структур в организме, органов, которые располагаются достаточно глубоко, и при воспалительных процессах этих органов. В основном лёгкие, бронхи, желудок, при язве, в частности, кишечник и другие органы, и очень эффективен. Массаж достаточно трудоёмкий и непростой, как я уже сказал. Сейчас вы увидите на примере, как это делается. Он делается недолго, потому что не удерживает ни пациент, ни массажист долгих таких воздействий. Вот, с одной стороны. И когда вы будете смотреть, прошу обратить внимание, что основной эффект наступает не тогда, когда рука падает, а тогда, когда она поднимается наверх. Вот именно в этом моменте и осуществляется лечебный эффект. Почему мёд? Потому что мёд обладает не только способностью быстро и глубоко проникать в органы системы, но и обладает лечебным эффектом, обволакивает, стимулирует, снимает процессы воспаления и заживляет раны внутренних органов. Значит, для медового массажа мы используем мёд, достаточно, чтобы он был хороший. Мы используем горячую воду и несколько полотенец. Значит, сейчас я вам продемонстрирую, как это делается. Я беру мёд немного. Значит, ладонь укладывается таким образом, что она как кошачья лапа. И основной воздействующий механизм – это середина ладони. Здесь я беру небольшую область. Допустим, у пациента проблемы с бронхами. Поэтому мы применяем этот массаж исключительно в лечебных целях. Немножечко накладываем. Мёд много не надо абсолютно. Вот он выходит. Выходит, выходит, выходит. Вот он, да, вот выходит. Небольшая зона. Обратите внимание, что волосяной покров при этом не мешает абсолютно. Как странно это не выглядит. Достаточно небольшое количество мёда. Я его немножечко размазываю по поверхности такой, какая ладонь. И дальше прошу обратить внимание на технику движения. Как видите, волосы все на месте. Дальше мы переходим к водным процедурам. Горячая вода. И ситуация складывается. Сразу двойной эффект. С одной стороны мы прогреваем глубоко горячей водой. С другой стороны мы вымываем, вытираем мёд. Ну, не совсем так, чтобы обжечь. Ну, достаточно. Немножечко взяло. Горячая ванна, но не обжигающая. И массажными движениями согреваем мышцу. С одной стороны. С другой стороны снимаем. Вот видите, все волосы практически на месте. Никакой апелляции не произошло. Но сильная краснота, она как раз и оказывает тот эффект, который нужен. Дальше вытираем и согреваем. Вот ощущение. Причем вот это вот тепло, оно будет ощущаться внутри в течение нескольких часов. До 6-8 часов по нарастающей. Причем вот теперь можно поговорить о второй части бронхо, второй половине. Делаем все то же самое. Потом мы спросим у пациента, как ощущения. Вот. Я понимаю, что ему крайне больно. Но мужчина терпеливый. Вот вторая часть параллельная. Обратите внимание, что волос практически нету. А то на руке никакой апелляции не происходит. Это говорит о том, что процесс идет внутри. Не кожа. Процесс внутренний. Я сам запыхался, потому что очень большое количество энергии выходит. Потому что я своей энергией направляю вот эти вот медовый поток на необходимое место. Вот и ощущения. Я думаю, мы можем услышать ощущения. Да? Молодой человек, как ощущения? Нормально. Терпим. Возвращение терпим. Тепло, прогревание чувствуется? Да. Вот. И дальше мы чистый, сухой и горячий. Сейчас самое главное не застудиться, что-то одеть, что-то теплое. И на этом, в принципе, процедура закончена. Можно идти там, да, можно идти ниже. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Спасибо.